Камил, краткие итоги этого турнира. Что больше всего понравилось, кто больше всего выделил? Главный бой. Мне понравились тяжи. Тяжи обычно ждешь такой бой, такой вяленький, знаешь, и потом там бах и вспышка. А здесь несколько вспышек было, довольно бескомпромиссно. Хорошим приемом, кстати, Амар выиграл. Потом мне понравилась матчевая встреча. Да, там может быть качество боев как бы оставляет желать лучше, потому что молодые еще пока бойцы, но энергия была в этом. Ну и, слушай, а можно говорить о мастерстве Силагадзе, который реваншировался. Можно еще говорить о поединке Зуев-Мусселемов. Конечно, да, вроде как старички, знаешь, темп бой невысокий, быстро устали. Но в этом тоже что-то было. Поэтому турнир классный, мне понравился, честно. Что делаете с Фортаном Асатрианом? Да уж, конечно, вопрос интересный. Не знаю. Может, он, может, какая-то трансформация будет, он действительно с чемпионом ИСЕ и будет драться. Ну, что-то такое, да. Ну, реально, ну а что делать? Подняться в весе, подраться с новоиспеченным чемпионом из Казахстана? Маловато он, конечно, потому что Фортан даже в 57 особо не гоняет. Да, он сказал мне, кстати, 60 весит. Ну, мало весит вообще. То есть, исключенный этот вариант. Он, в общем, всегда бы залез. Да, ну, в общем, не знаю, что пока делать с Фортаном. Что-то будем делать. Да, он такое сам придумает. Встретились в клетке Владимир Минеев и Даурен Ермяков. Слушай, если Даурену это действительно интересно, честно, я бы посмотрел на этот бой. Мне кажется, что сейчас у обоих пояса лик. Если они готовы, готовы это делать, то почему бы и нет. Бой за два пояса, например. Неважно, будет даже за какой-то один пояс. Но, знаешь, вот честно, мне показалось, что в том бою у Ермякова, у Даурена практически не было шансов. Сейчас, после просмотра того боя, есть ощущение, что все равно Вова класса выше. И если только за это время ничего сверхъестественного не произошло. То есть ждем бой Ермякова против Адилова, и потом уже будете, наверное, какие-то выводы делать. Да. А когда по сей день раз вы общались с Хабибом? Вели какие-то переговоры в основном? Нет, переговоров не было, просто беседовали недели три назад. Месяц назад. Ну, о чем я седаю? Я поздравлял его с победой Ислама. Ну, мы не говорили о делах, не говорили. Я больше, знаешь, как, все, что связано с ИГЛ-ФС, я больше даже склонен с Шамелем за уровень обсуждать. Ну, какие-то детали, наверное, и так далее. Тем более сейчас Лига ИГЛ-ФС в России особо турниры так не проводит, да, как я вижу. Но все меняется. Я провел бы совместный турнир. У нас есть и жигун турнир памяти Абдул Магомеда. В этом году он по определенным причинам не стоялся. А в следующем можно было бы сделать так, чтобы бой Ермяков-Минеев как раз разглавил бы этот бой. А что вам помешало организовать совместный турнир в декабре, который пройдет в Казахстане? Вот сейчас? Да-да. Нет, ну мы просто в Казахстане, сейчас ребята сами двигаются. Я имею в виду ИГЛ-ФС. У них там и так партнеры. У них там то Найза была, то еще уходят. Что туда третьими лезть, знаешь, уже каша получится. Мы свой сделаем. Что, у нас два таких было турнира, я думаю, что и за третьим дело не постоять. Камил, ходят случаи, что у вас грандиозные планы на следующий год, зарубежные турниры в частности. Честно, нет. Я в следующем году вообще думал посмотреть на индустрию немножко с другой стороны. Как бы что-нибудь такое придумать, чтобы то, что происходит в бойцовских залах, я имею в виду в аренах, отличалось от того, что есть сейчас. Ну, потому что одно и то же уже, честно говоря, поднадоело. А велосипед же уже давно изобретен. Да, велосипед уже изобретен. Но такое чувство, что эти велосипедные прогулки все идут по одному маршруту. А вида же хочется менять, когда едешь. Поэтому что-нибудь придумаем. Два вопроса буквально. Про Сулумова. Что с ним делать, если все-таки... Сулумов, Ахмед Алиев, мне кажется. Вот бой. 70 килограммов за титул. Все, вот и придумали. Мариф, исключаем его, правильно понимаю? Ну, Мариф вообще, я сейчас разгорел с Аделем, он говорит, что Мариф сейчас даже весит столько, что пока про 70 нет смысла говорить. Зачем тешить себя иллюзиями? Нам. Ну, если человек, ну, если он сейчас дерется скорее в 7-7, давайте лучше для Марифа что-нибудь в 7-7 придумаем. Тогда у нас будет Мариф. А в 7-7 у нас его не будет. Сулумов говорил, что ему предлагали какого-то иностранца, а можете какой-то инсайд дать? Я думал, что, может быть, они подерутся с кем-нибудь в Бразилии. В Бразилии. У нас есть там одна мысль, но она пока очень-очень сырая, честно. Вот, может быть, мы что-нибудь придумаем. Когда мы сможем получить ответы по поводу турнира? Через неделю. Давай через неделю созвонимся. Давай в понедельник следующий созвонимся, и я тебе немножко больше расскажу. Ну и последнее. Вы на подкасте говорили про совет Дани Вайту, ну, то есть по российскому рынку. Вы бы лично какой ему совет дали? А я не дал? А вы не дали, да. Ну, что я вам советую? Ну, на российский рынок я вам посоветую, знаешь, если он собирается здесь что-то проводить, да, то здесь надо, конечно, чуть более живой офис заводить. Ну, немножко как будто бы UFC Russia, такая чуть формальная структура. Я не говорю, что хорошая или плохая. Чуть такая, ну, формализма попасть, знаешь. Нету, она не проживает с нами каждый день. Знаешь, как индустрия ММА, она очень живая. Она хочет, чтобы в ней каждый день что-то происходило. А UFC Рашка будто в сторонке. А как ему зарабатывать деньги, не ему, а его лиге, на территории России? Слушай, у них... О чем? У них есть глобальный контракт, и мы для них страна третьего мира. В том смысле, что мы не покупаем... А можно сонки? Сейчас я приду. Мы не покупаем Pay-Per-View, понимаешь? Мы не покупаем Pay-Per-View. Сейчас, брат. Мы не покупаем Pay-Per-View. Мы не покупаем особо там билеты, на турнире. Поэтому мы для них так. Хорошие бойцы, много просмотров. Ну и слава богу, денег здесь не заработаешь. Спасибо. Давай, зерни. В следующий момент. Играет любовь. ПРОЙНОС. ПРОЙНОС. Отпоряжение. ПРОЙНОС. Играет женство за бортик. ПРОЙНОС. Подпишись. Премьет.